Взгляды, контакты, прикосновения, убеждения. Наш собеседник — это наше зеркало. Мир — это тот, чем являешься ты сам. Талантливые выпускники Казахстанской медиа-академии общаются с интересными людьми в программе «Искусство интервью». Здравствуйте! В эфире телеканала КМА «Искусство интервью» и я, Айжан Шакенова. Сегодня нас ждет очень интересная беседа, ведь мы шагнем мир, где на миг останавливается время, мир фотографии. А сопровождать нас будет топ-фотограф Казахстана, руководитель Школы современной фотографии Дарья Дунич. Талантливые выпускники Казахстанской медиа-академии общаются с интересными людьми. Здравствуйте, Дарья! Здравствуйте! Рада приветствовать вас на нашей программе. Наверное, начнем с того, какими качествами личности должен обладать профессиональный фотограф, что вы прививаете своим студентам, конечно, помимо технических знаний. Наверное, самое основное, о чем я говорю всегда, это быть открытым. Я сама очень открытый человек, и в жизни общаюсь с открытыми людьми. Не люблю, когда люди закрываются от общества, от людей, ведь фотография — это такой момент, когда один человек должен проникнуть в душу к другому. Один из ваших коллег, известный фотограф Питер Адамс сказал, «Выдающаяся фотография — это глубина чувств, а не глубина резкости. Как добиться той самой глубины чувств на фотографии?» Я не совсем согласна с этим высказыванием, потому что видов фотографии достаточно много. И если мы говорим, например, о коммерческой фотографии, это фотография для интернет-магазинов, для ресторанов и прочих подобных съемок, то здесь, конечно, фотография заключается совсем не в чувствах, а в технических моментах. А между людьми, конечно, первое — это быть открытым и доверять друг другу. Только доверие, только спокойствие, и тогда человек начинает полностью отдаваться в процессе. Прекрасно. В одном из интервью вы рассказывали, что влюбились в профессию фотографа ещё в детстве. Бывали ли у вас моменты, когда вы носили постоянно фотоаппарат с собой, чтобы завпечатлить случайно увиденные кадры на улице, допустим? Нет, не бывало. Я очень люблю людей и изначально испытываю фотографии, любовь фотографировать именно людей, одушевлённых людей. Также вы говорили, что когда фотографируете, влюбляетесь в человека. Но не каждый может ответить тем же. Бывали ли у вас клиенты, которые настроены враждебно, и как вы с этим справлялись? К счастью, таких случаев у меня в жизни не было. И когда человек приходит к тебе на съёмку, он заранее уже готов к тому, чтобы открыться, отдаться, довериться. Поэтому, к счастью, у меня таких случаев не было. Планируете ли вы участвовать в ежегодном конкурсе лучших фотографий National Geographic? И как вы относитесь к подобным конкурсам? Мои работы для конкурса National Geographic не подходят, поэтому этот конкурс останется в стороне. Очень много конкурсов, в которых я участвую, и большую часть я уже их прошла, и даже имею награды международного уровня. Но сейчас у меня больше акцент на школу современной фотографии, для того, чтобы передать эти накопленные знания, эти достижения и вдохновить людей, которые только встали на путь фотографии. Недавно у вас был проект на этническую тему. Чем он отличался от других? Я очень много снимаю проектов на этническую тему. Это одна из тех тем, которая мне очень близка. Я очень люблю погружаться в мир прошлого, историю, да, и как раз вот в этом направлении всегда можно найти и достать вот эти чувства, и даже растрогать зрителя такими моментами, такими мотивами. Вот. Но на самом деле я люблю очень каждый свой проект, и отдаю полностью всю душу каждому проекту, погружаюсь. То есть это примерно похоже на актерское мастерство, когда актер должен полностью войти в роль и жить этим в течение какого-то определенного времени. То же самое и с фотографией. Для того, чтобы фотограф точно передал настроение на фотографии, нужно самому погрузиться в эту атмосферу и какое-то время вынашивать идею в голове. Талантливые выпускники Казахстанской медиа-академии общаются с интересными людьми. Есть фильм, где фотограф живет месяц в безлюдном месте, там высоко в горах, чтобы сделать фотографию редкого животного, снежного барса. Есть фильм о девушке, которая отправляется на поле боя тоже за фотографиями. На какие риски вы способны ради фотографии? В моей жизни достаточно много рисков, связанных с фотографией. К примеру, мы второй год уже едем на восхождение, совершаем восхождение для съемки. Белухи — это пик на границе между Казахстаном и Россией, труднодоступный и требует очень сильных физических подготовок. Естественно, вся моя команда готовится сейчас уже в течение двух месяцев. Поэтому, конечно, есть риск большой и всегда. И это высокогорное восхождение, есть риск разлома ледника, с чем мы столкнулись в прошлой экспедиции, не смогли перебраться на другую сторону. Поэтому, конечно, я всегда рискую, я люблю испытывать себя, я люблю испытывать свои чувства, свои эмоции, работать над собой в первую очередь, над своими страхами. И это даёт мне возможность развиваться. Расскажите о той фотосессии, которая была самая такая пугающая, страшная, где именно был вот этот риск. Наверное, самая такая пугающая со стороны человеческих чувств, это было, когда мы снимали девушку в безлюдном месте. Одни я была с кучей оборудования дорогостоящего. Это был сквер, который не славился такой популярностью у людей. И в этот момент к нам подошло трое мужчин. Вот это было очень опасно, очень пугающе. Девушки мы обе, две молодые девушки. И захлестнули такие очень переживания, связанные с опасностью. Поэтому, наверное, вот такой момент. Чем отличается и чем, наверное, сложнее фотография именно Ньюборн от других? На данный момент я не занимаюсь съемкой Ньюборн. Это требует большой ответственности. Несмотря на то, что я мама троих детей, все равно брать такую ответственность за чужого ребенка очень сложно, очень рискованно. И я всегда за это переживаю. Я больше всего люблю съемки, где работает большое количество творческих людей. То есть начиная от визажистов, стилистов, декораторов. Это так заряжает и дает большие возможности и энергетически пополняет тебя. Сейчас многие фотографы говорят, что технологии дошли до того, что для хорошей фотосессии достаточно и смартфона. Как вы относитесь к мобилографии? Отлично отношусь. И это здорово, что у каждого сейчас есть возможность делать фотографии. Хорошие, плохие, неважно. Это самовыражение и возможность развиваться как творческой личности. Но, к сожалению, смартфоны еще не достигли той технической части совершенства для того, чтобы делать определенные фотографии. То есть, скажем так, что не со всеми условиями может справиться такая камера, как на смартфоне камера. Качество все равно будет отличаться, да? Дело не в качестве, а дело в настройках фотоаппарата. Самая долгая фотосессия была о чем? Самая долгая фотосессия длилась около 10 часов. Это был цирковой проект. Сложность его была в том, что участвовало несколько человек, и нужно было их всех подготовить. А так как это не классический портрет, то требует очень много внимания уделить костюмам, декорациям. Но на таких моментах отдыхаешь тем, что заряжаешься, и физически сильный износ, но морально у тебя очень хороший подъем после таких съемок. Где вы терпаете вдохновение и мотивируетесь? Вдохновляю я сама себя и мотивирую, в том числе я сама себя. За много лет преподавание я научилась это делать, и не ищу где-то вне себя какого-то вдохновения и мотивации. Я очень творческий человек, и наоборот мотивировать привыкла сама кого-то, особенно своих студентов. Дайте советы начинающим фотографам. Что может испортить фотографию, а что наоборот улучшить ее? Свет. Все зависит от света. Половина успеха зависит от хорошего освещения. В том числе, когда мы с вами пользуемся смартфонами. Поэтому первая мысль в голове должна всегда быть о том, как правильно поставить модель или снимаемый объект относительно света. Дарья, благодарю вас за беседу и интересные ответы. Желаю вам продолжать вдохновляться и творить. Ведь поистине самое прекрасное и удивительное – это человечество. Знаете, вы не фотографируете, вы создаете моменты и даете нам возможность насладиться тем, чего не может вернуть время. Дорогие зрители, на этом наше время подошло к концу. Вы смотрели программу «Искусство интервью» на телеканале КМЭ. А я ее ведущая Айжан Шакенова. До скорой встречи! Взгляды, контакты, прикосновения, убеждения. Наш собеседник – это наше зеркало. Мир – это тот, чем являешься ты сам. Талантливые выпускники Казахстанской медиа-академии общаются с интересными людьми. В программе «Искусство интервью» Казахстанской медиа-академии